Ночные развлечения подростков переросли в уголовные дела. Подробности этой истории и другие новости в нашей рубрике по оперативным сводкам. В дежурную часть поступило заявление от одной жительниц города о краже в ночное время со двора многоквартирного дома и ее автомобиля. Примерно в это же время сотрудники зафиксировали еще два заявления от граждан, которые проживают по той же улице, что и потерпевшая, о краже из автомобиля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след преступников. Они обнаружили на окраине города и похищенный автомобиль. Возле него была устроена засада. В течение суток подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо белореченцев, причем трое из них еще не приступили рубеж совершеннолетия. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. Как оказалось, за плечами у парней довольно много подвигов, совершенных летними ночами. По изъятным смес происшествия следам была установлена их причастность к ряду краш из автомобилей и угонов транспортных средств. Только на территории города Белореченск от таких фактов было восемь. Из них три угона. Кроме этого, юноши отметились и в республике Адыгея. По фактам краш и угонов было возбуждено ряд уголовных дел. Ведется следствие. В отдел экономической безопасности противодействия коррупции Белореченского ОМВД поступила оперативная информация от коллег из Обширонского района о том, что на автомобиле марки БМВ передвигаются лица, возможно, причастные к сбыту фальшивых денежных купюр, в том числе на территории Белореченского района. На задержание немедленно были ориентированы все наружные наряды ГИБДД. Вскоре на одной из улиц города автомобиль был задержан. В ходе осмотра под передним сидением БМВ была обнаружена пятитысячная купюра, вызывавшая сомнения в подлинности. Еще девять подобных банкнот были обнаружены в ходе личного досмотра пассажиров. Также около 40 тысяч рублей купюрами номиналом в тысяча и сто рублей сотрудники нашли в салоне автомобиля. Сейчас известна информация о фактах сбыта данными гражданами фальшивок как на территории Обширонского, так и Белореченского районов. По факту изготовления хранения перевозки и сбыта поддельных денежных купюр было возбуждено уголовное дело по статье 186 части 1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова